Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Власти Кировской области готовы предоставлять льготы бизнесу, который платит работникам не менее трех минимальных зарплат. Об этом заявил губернатор Александр Соколов во время встречи с лидерами профсоюзов. Они обсудили вопросы дефицита кадров, в том числе в системе образования. По мнению представителей профсоюзов, чтобы привлечь выпускников институтов в школы, надо повышать начинающим учителям оклады. Глава региона поручил правительству проработать этот вопрос. Также рассмотрели возможность повышения заработной платы в лесной отрасли. По словам Александра Соколова, правительство региона готово предоставлять налоговые льготы для тех предпринимателей, которые официально будут платить своим работникам не менее трех минимальных заработных плат. В Куприте назначен новый руководитель. С 12 октября на место гендиректора регионального оператора по обращению с отходами назначен Ильдус Гизатулин. Ранее он руководил управлением Росприроднадзора по Кировской области. Также он работал заместителем руководителя западноуральского межрегионального управления Росприроднадзора. Бывший гендиректор Куприты Эдуард Патрушев написал заявление об уходе по собственному желанию. Сделал это после того, как губернатор поручил провести проверки во всех принадлежащих области предприятиях. Жителям Кирова предложили выбрать дороги для ремонта. Администрация города на своем сайте запустила голосование. В нем представлен примерный перечень дорог, которые могут быть отремонтированы в 2023-2024 годах. Кировчанам предлагают выбрать участки, которые расположены во всех районах города, либо предложить свои варианты. Те дороги, которые наберут большее количество голосов, попадут в список приоритетных для ремонта в ближайшие годы, отметили в мэрии. В этом году ремонт будет выполнен на 47 участках дорог в Кирове. Большинство объектов уже приняты в эксплуатацию. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 63,49 рубля, копеек евро 62,59. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.